Вот под эти звуки теперь жители Ичалок встречают и провожают каждый день. Колокольню местного храма Архангела Михаила оборудовали курантами. Ещё несколько лет назад здесь собирали средства на приобретение купола с крестом. Денег катастрофически не хватало, но настоятель храма, отец Сергий, надеялся на милость Божью и мирскую. Так и вышло. Во время проектирования уже мысль о том, чтобы украсить эту колокольню курантами, уже появилась эта мысль. Конечно, она ещё имела такие неясные очертания, потому что, в общем-то, нужно было выяснить вообще техническую возможность, нужно было найти людей, которые этим занимаются. Ну, так получилось, что, в общем-то, что-то было найдено. Установка курантов была сопряжена с большими техническими сложностями. Колокола здесь устанавливались около ста лет назад, и их необходимо было связать воедино с циферблатами и системой электронный звонарь. Двое часов осуществляется с наших родных колоколок. То есть это не электронный какой-то звук, всё это естественное, настоящее. То есть наша звонница, колокола некоторые старше самого храма, там, на полсотни лет. Вот эти колокола, они, собственно, и подключены к системе курантов. И плюс, ко всему, ещё здесь подключена функция электронной звонарь. Здесь находится пульт управления. Электронная система содержит в себе более 70 различных звонов. Управляется она через мобильный телефон, и для этого не требуется находиться в непосредственной близости к колокольне. Отец Сергий признаётся, что это очень удобная функция, но пока ещё непривычная. Даже если в случае чего произойдёт отключение электронной энергии, что иногда бывает в нашем районе, то после остановки часов, когда подача энергии возобновится, станция поймает сигнал, установит точное время и принудительно поставит стрелки в нужное положение. Бой чалковских курантов слышен с 6 утра до 11 вечера. В отличие от кремлёвских, история их появления насчитывает всего несколько дней, но уже сейчас у них есть все шансы стать визитной карточкой не только местного райцентра. Евгений Волков, Наши новости.